Таблетки метаклопромид – противорвотное средство, устраняет тошноту и икоту, снижает двигательную активность пищевода, повышает тонус нижнего сфинктера пищевода, ускоряет опорожнение желудка, а также ускоряет продвижение пищи по тонкой кишке, не вызывая диарею, нормализует выделение желчи. Показания Применяется для лечения рвоты, тошноты и икота различного генеза, атония и гипотония желудка и кишечника, в частности послеоперационная, дискинезия желчеводящих путей, рефлюкс эзофагит, метеоризм, обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в составе комплексной терапии. При проведении рентгеноконтрастных исследований желудочно-кишечного тракта, для усиления перистальтики. Способ применения и дозы Принимается внутрь, взрослым по 10 мг, 3-4 раза в сутки, за 30 минут до еды. Таблетку проглатывают целиком и запивают небольшим количеством воды. Максимальная разовая доза составляет 20 мг, суточная 60 мг. Противопоказания Гиперчувствительность Кровотечение и желудочно-кишечного тракта Стеноз привратника желудка Механическая кишечная непроходимость Перфорация стенки желудка или кишечника Феохромоцитома Экстрапирамидные нарушения Эпилепсия Пролактинзависимые опухоли Беременность Лактация Детский возраст до 18 лет С осторожностью применяют При бронхиальной астме Артериальной гипертензии Болезни Паркинсона Почечной или печеночной недостаточности Пожилом возрасте Применение при беременности и кормлении грудью Противопоказано применение препарата в первом триместре беременности Во втором и третьем триместрах препарат применяется только в случаях крайней необходимости Если потенциальная польза для матери превышает возможный риск для плода При необходимости применения препарата в период лактации Следует прекратить грудное вскармливание на весь период лечения Особые указания В период лечения не рекомендуется употреблять этанол При необходимости проводятся лечения центральными холиноблокаторами И другими противопрогенционическими лекарственными средствами У пожилых пациентов, принимающих препарат, возможно развитие поздней дискинезии Риск развития поздней дискинезии зависит от длительности курса фармакотерапии и общей дозы препарата Необратимые изменения развиваются, как правило, при назначении препарата более 12 недель В период лечения необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами И занятий другими потенциально опасными видами деятельности Требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций Побочные действия Сердечно-сосудистая система Атривентрикулярная блокада Центральная нервная система Экстрапирамидные расстройства Тризм Спазм лицевой мускулатуры Спастическая кривошея Бульбарный тип речи Ритмическая протрузия языка Спазм экстраокулярных мышц Гипертонус Прокенционизм Депрессия Главная боль Сонливость Тревожность Утомляемость Растерянность Шум в ушах Эндокринная система Редко при продолжительной терапии в высоких дозах Галактория Гинекомастия Нарушение менструального цикла Пищеварительная система Диарея Запор Редко сухость во рту Система кроветворения Ликопения Нитропения Обмен веществ Порфирия Аллергические реакции Ангионевротический отек Бронхоспазм Крапивница Прочие В начале лечения Возможно Агронолцитоз Редко при применении Высоких доз Гиперемия Слизистой оболочки носа В случае появления Вышеописанных симптомов Их усугублении Либо развитии Других побочных действий Необходимо обратиться К врачу Условия хранения И срок годности Хранить защищенным От света Сухом Недоступным Для детей Месте При температуре До 25 градусов Срок годности 2 года Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...